Казалось бы, какой хоккей в Арабских Эмиратах? Не в пустыне же они играют. Но к игре сильных мужчин в 21 веке можно приобщиться где угодно. Лишь бы не трус, как поется в известной песне. А в том, что эти ребята не робкого десятка, минский зритель убедился в прошлом году. 13-й турнир для них стал счастливым. В упорной борьбе команда из экзотической страны обыгрывает в матче за бронзу не кого-нибудь, а сборную Словакии. В этом году рассчитывают не ухудшить позиции. Даже в Минск прилетели первыми, чтобы акклиматизироваться. Ставку, конечно, делают на командную игру. Очень приятно вернуться в Минск, вновь почувствовать атмосферу праздника и хоккея. Мы с огромным удовольствием участвуем в рождественском турнире. В прошлом году заняли третье место, а в этот раз постараемся улучшить результат. Арабскую хоккейную мощь, кстати, год назад особо прочувствовала сборная Швейцарии, проиграв 1-6. Говорят, в этот раз из Женевы прилетела команда сильнее и сыграннее. И за реваншем, и за белорусским сыром, который ничуть не хуже швейцарского. Я слышал много хорошего о Минске и белорусских болельщиках от своих друзей, которые уже участвовали в рождественском турнире. Когда пригласили меня, я согласился, не задумываясь. Особенность этой сборной – сыгранность во всех линиях. Именно такие команды и добиваются успехов в любом турнире. И так уж повелось у славян. Где Швейцария, там и Швеция. Впрочем, перепутать эти сборные истинные знатоки хоккея не могут. Трек Рунур или Три Короны – один из лидеров мирового хоккея. И звезды в желтых свитерах в эти дни готовы радовать зрителей не только результативной, но и яркой игрой. Впервые буду участвовать в рождественском турнире. Это для меня приключение, само собой игра и честь представлять свою страну. Если шведы для Беларуси с некоторых пор чуть ли не главный соперник, все же помнят тот самый бросок копотя в Солт-Лейк-Сити, то сборная Китая – новичок турнира. Минск и Пекин дружат. И хоккей в Поднебесной, кстати, помогали развивать именно мы. Сейчас там и команда Кунь-Лунь, неплохо выступающая в КХЛ, и команда любителей, готовая дать бой даже профессионалам. Мы давно знаем про этот турнир, но сами тут первый раз. Постараемся показать максимально красивую и продуктивную игру. Еще одна экзотическая команда на хоккейной карте – сборная «Балкан». Они уже играли в Минске в прошлом году, очков, увы, не набрали. Улыбаются. Это, как говорят у вас, в Беларуси был первый блин по традиции комом. В этом году горячие балканские парни для начала намерены набрать первые очки, а дальше и за выход в финал можно побороться. Если фамилии балканских хоккеистов не очень известны, то Чехия каждый год привозит в Минск звезд уровня легенды НХЛ Мирослава Шатана. Чехи, кстати, не скрывают. Беларусь очень любят, но здесь их сборной никак не удается реализовать свой потенциал. Рассчитывают, что в этом году все будет по-другому. «Это очень хороший турнир, где все команды из Европы, думаю, из Европы, самые большие». А вот у кого получается дать бой хозяевам, так это братская Россия. Это действительно главный соперник сборной Беларуси на каждом рождественском турнире. Команда президента побеждала 10 раз. Трижды главный трофей уезжал в Москву. Это, говорят игроки, в крови у каждого хоккеиста с триколором на груди. Бороться на хоккейной площадке исключительно за главный трофей. Я думаю, это будет приятный турнир рождественский с хорошим составом участников. Я еще помню, когда здесь в юности играл, мы следили за этим турниром. Наши ребята участвовали даже в этом турнире. Поэтому будет интересно. В прошлом году, впрочем, в финале России не было. Как и в 2016-м, Беларусь в решающем матче побеждала команду Финляндии. Финнов на этом турнире не будет. Значит, за место в финале будет еще более жаркая схватка. Кстати, игроки нашей сборной скромно просят уделить в предтурнирные дни внимание гостям. Мол, ну что мы будем говорить о себе за нас. Все скажет, как всегда, безупречная организация и полная трибуны. Но вот на льду команда Беларуси свое слово и не единожды скажет. Это самая успешная, самая яркая и самая результативная команда в истории рождественского турнира. Зрителям и в этот раз покажут достойное хоккейное шоу. Можно просто вспомнить, как это было. Ради таких моментов и ради таких зрителей хоккеисты приезжают в Беларусь. Уже в 14-й раз статус неофициального чемпионата мира среди любителей рождественский турнир в Минске, похоже, уже забронировал за собой надолго. Яркий хоккей начнется уже завтра. В матче открытия в 12.30 сыграют сборная Швейцарии и дебютант турнира команды из Китая. А в 19 часов на лед выйдет действующий чемпион сборная Беларуси и команда из Объединенных Арабских Эмиратов. Жарко будет и на трибунах. В Чижовской арене обещают помочь с экипировкой. Каждому болельщику останется лишь изо всех сил поддерживать свою команду. Игорь Тур, Андрей Бондаренко, Ольга Тимофеева, Дмитрий Лац. Наши новости ОНТ.